Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Всех, кто отмечает сегодня Пасху, я поздравляю с этим светлым праздником и желаю вам всего самого наилучшего, чтобы всё в ваших семьях, в ваших делах шло хорошо, чтобы всё у вас было благополучно, чтобы вы были счастливы и довольны жизнью, несмотря ни на какие катаклизмы. Ну, а я сегодня вот о чём хотела вам рассказать, чем хотела с вами поделиться. Вы знаете, на днях я смотрела новости по французскому телевидению, по двум каналам, и, в общем-то, одна такая новость о наводнениях меня очень сильно, ну, как бы задела. Несмотря на то, что я живу в таком регионе и в таком городе, где наводнения нам не страшны, но я, с одной стороны, переживала за тех людей, которые сейчас находятся в бедственном положении, а с другой стороны, я недоумевала, недоумевала вот по какому поводу. Дело в том, что эти наводнения происходят осенью и весной каждый год, уже в течение многих лет, где-то в течение пяти лет, где-то в течение десяти лет, с таким постоянством. И люди не покидают свои дома после наводнения, они их ремонтируют, они тратят свои средства и снова попадают в такую же ситуацию. Я вот задалась вопросом таким, почему эти люди, несмотря ни на что, остаются жить в этих домах? Почему они никуда не уезжают? Почему они не находят себе другое место для жилья? Или хотя бы не укрепят вот эти вот берега этих рек, где происходит наводнение? Почему мэрия не принимает никаких мер для очистки этих рек? Ведь если реки будут чистыми, то вода будет совершенно спокойно течь, когда руслу ничего не мешает, вода течёт в одном русле, она не выходит из берегов. Но, видимо, это должны делать не только жители данного конкретного города, который попал вот в эту ситуацию, а вообще все города, деревни, находящиеся на берегу этой конкретной реки, где происходит наводнение ежегодно, должны этим заниматься. Вероятно, нужно объявлять месячник по очистке вот этой вот реки, где происходит наводнение. Вот другого выхода я не вижу. Я бы вот на месте этих людей, если бы меня вот одно наводнение постигло, да, я бы уже сообразила, что вероятны случаи повторения такой катастрофы, да, и я бы не осталась жить в таком доме. Я бы сделала всё возможное и невозможное для того, чтобы перебраться в более безопасное место. Ну, не знаю, почему люди с таким упорным постоянством и, во-первых, строят дома на берегу рек и на берегу водоёмов, и, во-вторых, остаётся жить там после наводнения. Вот этот вопрос, конечно, меня очень сильно возволновал. И вообще этот сюжет на тему наводнений во Франции, они сейчас происходят практически везде. И очень страдают, естественно, и жители городов, и жители деревень, потому что по городам приходится пробираться по улицам на лодках, по-другому никак. Если воды выше пояса, да, как уж тут. Либо в водолазных костюмах надо там ходить. Ну, конечно, это страшное дело, да, друзья. Либо, ну, я не знаю, что нужно предпринимать для того, чтобы откачку, что ли, воды делать. Куда её откачивать? Другой вопрос, да. Хранилища какие-то, что ли, я не знаю даже, что нужно делать. Это уже должны позаботиться муниципалитеты об этом. Жалко, конечно, фермеров, потому что их поля затоплены. На этих полях уже ничего не родится, потому что всё будет в страшном таком состоянии находиться. Во-первых, поля нужно будет чистить, ведь то, что плывёт в этих реках, да, это всё же выльется и вот на эти вот поля, да, и ветки, и какой-то мусор, и какие-то химические отходы и прочее. Всё, в общем, это ужасно, конечно. Так что вот фермерские хозяйства, они и так испытывают свои трудности определённые. Не случайно же они бастовали, а тут ещё их вот и наводнение накрыло. Так что, друзья, будет тяжеловато французам в этом году. Очень серьёзные были наводнения и продолжают ещё эти наводнения у нас быть, поскольку осадки продолжают выпадать. Вот я начала записывать видео, а у нас тут он громыхает во всём. Идёт дождь, не переставая, уже несколько дней идёт дождь. Чуть-чуть появится солнышко, опс, и снова тучи прилетели. В общем, вот такая беда нас постигла. Ну, не нас конкретно с Томасом, но французов, я имею в виду. Французов, которые живут на берегах рек. И в Дельте рек. Потому что кто живёт в Дельте, это вообще страшно. Там же в Дельте несколько ответвлений реки. Представьте себе, если они сойдутся, но всё же под воду уходят. Второй момент, которым я хотела с вами поделиться, это поиск социального жилья. Вы знаете, что мы с Томасом собираемся переезжать. И мы думаем о том, что, какое нам брать жильё. Мы бы хотели, конечно же, остаться в социальном жилье. Вы знаете, что данная квартира, вот эта квартира, в которой мы сейчас живём, это социальное жильё, которое мы получили в 2009 году. Получили его, потому что тогда у Томаса доход был не очень высокий. У меня был тоже такой средненький. И, в общем, это мы укладывались как раз в плафон, который предназначался для социального жилья. Сейчас я посмотрела, плафон этот повысили, а мы превышаем этот плафон. Превышаем данный плафон на несколько тысяч. Поэтому подать заявление в этом году для того, чтобы нам выделили социальное жильё, трёхкомнатную квартиру или двушку, мы не можем. Не можем, потому что не проходим. По нашим доходам. Так что, думаю, что в следующем году или, может быть, даже через год только, я смогу подать такое заявление. А пока будем жить здесь. Да. Будем жить здесь. Никто нас отсюда не выгонит. Не зависит от того, какой у нас доход сейчас. На данный конкретный момент никто нас выселить не может. Вот. Из социального жилья. Оно остаётся за нами. Правда? Должна сказать, что Элимаш, зная о наших доходах, поскольку мы заполняем анкету каждый год и предоставляем жустификатив, то есть подтверждение наших доходов в Элимаш, в той структуре, где мы снимаем вот это вот жильё. Это просто присылают нам приглашение для выкупа данной квартиры. Но мы не собираемся никакую квартиру покупать во Франции. Мы думаем остаться в социальном жилье, ведь не за горами пенсии. И понятно, что на пенсии у нас будет невысокий доход. Вот. И содержать квартиру четырёхкомнатную, вот такую вот ещё платить за неё налог государства, налоги во Франции очень большие, мы не сможем. Поэтому мы остаёмся в этом жилье, и мы будем подавать заявление на социальное жильё меньшей жилплощади и в другом регионе. Вот. Такие вот новости. Ну, а кому интересно узнать, какой плафон сейчас для получения социального жилья, я его озвучу. Ну, вот. Плафон для получения социального жилья в 2024 году. Годовой доход не должен превышать на одного человека 22 642 евро. На двух человек 30 238 евро. На трёх человек 36 362 евро. Годовой доход не должен превышать на четырёх человек 43 849 евро. Если это касается Парижа или Иль-де-Франс, то в этом случае плафон будет выше. Где можно узнать о плафоне, можно посмотреть на сайте, который называется anil.org. Вот там можно найти такой плафон. Ложьман социаль. Социальное жильё. Ну, вот и всё, дорогие мои. И я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. И до встречи в новом видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok